Всем привет! Спасибо большое, Саше, за такое представление меня. Очень тяжело выступать после Натальи. Невероятное было выступление, реально очень круто. Но я постараюсь не ударить грязь лицом и что-нибудь тоже интересное вам рассказать. Да, меня зовут Сергей Томилов. Я руковожу всем коммуникационным блоком социальной сети «Одноклассники». И вот обложка пролисталась, ну ладно. Я сегодня расскажу на самом деле про то, а что же делать с импакт-контентом, когда мы имеем дело с реально массовой аудиторией. Не теми людьми, которые заинтересованы в том, чтобы помогать, не теми людьми, которые знают что-то о социальной повестке, а очень разной, очень разношерстной аудитории. Мы это знаем не понаслышке, наверное, может быть даже лучше всех в России, потому что «Одноклассники» — это очень разбросанная по разным регионам аудитория. Это очень много людей, да, это десятки миллионов человек, которые заходят на платформу. Это люди очень разного возраста и в том числе люди, которые, ну скажем так, если можно придумать аудиторию, с которой тяжело взаимодействовать с точки зрения социальных проектов, вот, наверное, у нас ее можно найти. Но при этом мы достаточно давно занимаемся вообще импакт-контентом и различного рода социальными проектами. Почему? Потому что как раз из-за того, что у нас очень такая аудитория большая, разношерстная, разные люди абсолютно разного социального статуса, разных особенностей, разного возраста, географии и так далее, именно поэтому нам важно, чтобы все эти люди могли существовать внутри «Одноклассников», могли пользоваться «Одноклассниками» в рамках некой единой комфортной среды. И именно это один из наших приоритетов. Я, наверное, сейчас не буду говорить про цифровую доступность, именно вот такую продуктовую, потому что про нее говорили уже много, но на самом деле мы здесь такие выступили в прошлом году, как, ну, можно сказать, даже первопроходцы, потому что мы стали первой соцсетью, которая была адаптирована и которая получила сертификат доступности. Спасибо большое. Вот. Но про это расскажут или уже рассказывали сегодня мои коллеги непосредственно из разработки, которые руками это делали. А я сосредоточился на истории с контентом, и на самом деле, когда меня пригласили выступить сюда, или когда я напросился сюда выступить, значит, про импакт-контент, моя первая мысль, когда мы с коллегами обсуждали, импакт-контент, он сам по себе, насколько он нужен и востребован вот такой вот массовой аудитории. Вот здесь коллеги из НМГ рассказывали, и с ними, безусловно, сложно спорить, что контент такой может быть востребован массово, но, с другой стороны, кажется, что сам по себе импакт-контент не очень нужен. Нужен качественный контент, который внутри себя, конечно же, может содержать какую-то социальную повестку и попытки решения каких-то проблем. Вот. Поэтому вот на этом контенте, собственно, мы и стараемся развиваться. И дальше, собственно, возникает вопрос, откуда его получать. Но есть по факту три варианта, да. Первый вариант – это как, например, в НМГ создавать самим. Но мы все-таки IT-компания, мы не медиа-холдинг и экспертизы создания контента. Но у нас она, конечно, появляется в последнее время, но все-таки еще мы здесь достаточно молодые ребята в этом смысле. Второй вариант – привлекать такой контент непосредственно от партнеров, от фондов, других некоммерческих организаций, которые в этом что-то понимают, в отличие от нас, понимают и в контенте, и в своем поле экспертизы. Вот. И третий вариант – это, собственно, делать какие-то коллаборации совместно. Вот на второй и третьей части я бы, наверное, сосредоточился. Ну и первое, о чем хочется сказать, это про наши грантовые программы. Мы с 20-го, если я не ошибаюсь, года запустили полноценную грантовую программу, когда в ежеквартальном режиме мы фондам выдаем некий бюджет на продвижение своих проектов внутри социальной сети. И это работает очень хорошо, потому что, с одной стороны, штука достаточно открытая, да, то есть понятно, что это должны быть фонды, которые верифицированы на платформе ВК Добро, сердечко One Love. Вот. Значит, с другой стороны, могут участвовать все. И это обеспечивает такое разнообразие проектов внутри и разнообразие контента социального внутри одноклассников. И это позволяет фондам системно как-то рассказать про свою повестку. Вот. И, наверное, какой такой пример хорошего использования грантов, которые мы выдаем, это был кейс фонда помоги.org, который, ну, осуществляет, да, адресную помощь людям в сложенных жизненных ситуациях. И, в общем, ребята, воспользовавшись выиграв грант, они продвинули своего чат-бота в рамках своего проекта «Не одни». И этот чат-бот, в него, собственно, могли обратиться семьи или люди, которые, которым нужна помощь. И вот именно благодаря этому проекту 80 семей к чат-боту подключились и получили какую-то помощь от фонда. Вот. Понятно, что здесь есть еще такие чисто диджитальные цифровые метрики. Но главное, конечно, это тот целевое действие, да, те материальные такие вещи, которые можно пощупать и которые реально помогли людям. Вторая часть – это история про коллаборации. Я вот в «Одноклассниках» работаю уже больше шести лет. И за это время могу сказать, что самые яркие, самые громкие и самые влияющие на жизнь людей и на сознание людей проекты, они получаются именно в формате такого взаимодействия платформы экспертов из некоммерческих организаций. И иногда подключается какая-то креативная составляющая со стороны в лице каких-то пиар-агентств и так далее. Вот. И здесь что важно? Важно то, что для нас, безусловно, это, конечно же, такая пробона история. То есть мы не получаем от таких проектов каких-то явных приростов, продуктовых метрик или бизнесовых каких-то плюсов. То есть мы это делаем, потому что у нас собрана большая аудитория, и мы понимаем, что наша миссия в том числе в том, чтобы просвещать людей и рассказывать о том, какие могут быть проблемы и, может быть, где-то бороться со стереотипами. И в этом смысле, когда ты платформа, когда у тебя собрана аудитория очень разная, то, безусловно, даже если спуститься на уровень бизнеса, чтобы вы понимали, как мы это для себя тоже внутри формулируем, нам, безусловно, важно, чтобы люди общались между собой в социальной сети, находили новых знакомых, новых единомышленников и могли общаться за пределами любых стереотипов. И поэтому направление борьбы со стигмой любого рода, со стереотипами про возраст, про особенности здоровья, про стереотипами про женщин, например, про какие-то заболевания. В общем, вот это все входит в круг наших интересов, потому что глобально формирует ту самую комфортную среду внутри платформы, чтобы люди могли общаться друг с другом в более здоровом каком-то ключе. Здесь меня попросили рассказать специально про этот кейс. И на самом деле понятное дело, что мы одноклассники, мы абсолютно не стесняемся того, что у нас есть аудитория старшего возраста, ее много, она очень активная. И, конечно же, мы хотим, чтобы отношение к этой аудитории в обществе тоже со временем менялось. Потому что, как было на предыдущем слайде, что все вокруг кричат про сексизм, все вокруг кричат еще про какие-то модные достаточно, но безусловно важные проблемы. Про эйджизм как-то так. При том, что эйджизм характерен еще тем, что в него вовлечены не только люди, которые считают, то есть молодые считают старших какими-то не такими, но и сами старшие в России считают себя тоже какими-то не такими. И в этом смысле проблема такая непростая. И именно поэтому мы системно ей занимаемся. У нас был в этом году сериал эксклюзивно в Одноклассниках «Не дождетесь». Ну, в общем, понятно из названия про что. В котором, собственно, мы собрали большую аудиторию и 2 миллиона просмотров. Это, собственно, те люди, которые посмотрели сериал и, возможно, что-то для себя поняли, немножечко переосмыслили. Но также мы делали и какие-то свои штуки в этой теме. То есть, например, несколько лет назад мы выпускали комикс о стереотипах про пожилых людей. Ну и охват этого комикса составил тоже миллион пользователей. И очень хорошую обратную связь мы получили внутри соцсети. Но теперь, если говорить про то, что было вынесено в тему моего выступления, про то, как измерять эффективность социальных проектов, мы на это смотрим с двух сторон. С одной стороны, безусловно, поскольку мы социальная сеть и поскольку у нас работают и осуществляют свою деятельность разные люди, разные партнеры наши, разные создатели контента, то, конечно же, надо обращать внимание, и мы всегда советуем обращать внимание на метрики SMM, на метрики какой-то эффективности контента непосредственно в соцсети. Здесь абсолютно всем партнерам, всем НКО мы советуем, заходите в свою статистику, смотрите, что у вас происходит. Статистика есть на любой абсолютно современной платформе, и там можно посмотреть не только, сколько у вас просмотров или лайков, там можно посмотреть, сегментировать аудиторию, там можно каким-то образом понять, какие публикации у вас могут, там залетели, допустим, в прошлом месяце или в этом месяце, и что можно переиспользовать для дальнейшего контента. Но, безусловно, вторая часть – это целевые действия, которые из онлайна конвертируют людей в какие-то оффлайн действия, в то, что они вот что-то посмотрели в социальной сети и приняли решение как-то для себя изменить, может быть, модель поведения или что-то сделать. Это сразу оговорюсь, что это всегда сложно. Конверсия из онлайна в оффлайн – очень тяжелая штука, особенно, когда мы говорим про какие-то социальные проблемы. Но, тем не менее, это нужно делать, потому что, как и в случае с просвещением вообще, вода камень точит абсолютно. Ну и парочка кейсов, как мы смотрим на эффективность проектов и какие проекты вообще бывают, если вы представляете какую-то некоммерческую организацию, приходите, и мы, собственно, вам поможем какие-то такие штуки осуществить. Ну, у нас была… Вот здесь как раз прекрасные девушки, значит, переводят на русский жестовый язык. Выступление вообще шикарно, просто это очень крутая задумка и реализация еще лучше. У нас не так давно как раз, собственно, на эту тему выходили видеоподарки ко дню жестового языка в Одноклассниках. Ну, наверное, про подарочки в Одноклассниках знают плюс-минус все. Но у нас есть еще видеоподарки. Это, собственно, такая версия, которая там с коротеньким видео, которая, собственно, прокручивается и можно пользователю подарить. Мы сделали подарки, где на русском жестовом языке озвучены какие-то, ну, просто обычные человеческие популярные фразы. И, собственно, платформа Surdo Class которая это сделала для нас, она получила приток новой аудитории, заинтересованной аудиторией в свою группу. Вторая история. Вообще наши такие любимые партнеры это Unates, которые занимаются очень большим спектром разных социальных проблем. И мы с ними системно работаем уже много лет. Ну, вот здесь, в частности, мы Unates проводил в Одноклассниках марафон здоровья, как они это называли, марафон на тему осознанного родительства. И там, в общем, хорошо они как раз собрали аудиторию, и мы им помогли собрать аудиторию, которая это посмотрит, а потом еще и конвертируется в лояльных участников группы Unates. Ну, и целевые действия. Собственно, здесь, наверное, такая механика, которая лучше всего по нашему опыту работает. Это когда из онлайна люди конвертируются в обращение на горячую линию. У нас было несколько таких проектов, которые реально помогали людям узнать, что есть какая-то горячая линия, что туда можно обратиться, и мы видели вместе с фондами эффект от этого. Ну, как один из примеров, был у нас проект про гипертонию с фондом Orbi. Сделали вместе интерактивный тест, в который прошло достаточно много участников. Но самое важное, безусловно, для нас, что обращения на горячую линию фонда выросли на 30% в период этого проекта. Ну, собственно, завершая… Вот, не обрезалась внизу. Хорошо. Завершая, собственно, что нужно делать, когда вы работаете с какими-то большими платформами, пытаетесь там достать аудиторию и на нее как-то воздействовать. Безусловно, надо адаптировать контент. Надо понимать, что каждая платформа имеет свою аудиторию. Даже если эта аудитория пользуется разными платформами, одна и та же, она все равно в разные соцсети заходит за разными сценариями и с разной моделью поведения. Поэтому адаптировать контент нужно обязательно. Второе. Не забывайте изучать инструменты… Да, я вижу, стоп, но сейчас уже заканчиваю. Значит, не забывайте изучать инструменты и кейсы, которые бывают. Может быть, они на что-то вас натолкнут, и вы захотите сделать что-то похожее в своей теме. Приходите партнериться, приходите работать с нами. Мы всегда только за освещать очень разные темы. Но и, безусловно, надо не бояться нового, потому что качественный контент с импакт-эффектом, он про креатив, он про что-то такое нестандартное новое. А главное, видеть в людях лучшее, потому что даже та аудитория, от которой вы не ожидаете какого-то эффекта, она может вас очень сильно удивить. Все. Спасибо.